Я ещё забыла упомянуть два прекрасных момента, которые у меня ушли. Это ушло зацикливание на чём бы то ни было. То есть, знаете, когда о чём-то думаешь, или там воспоминание пришло, и потом обмусоливаешь, как я могла бы там сказать получше, или там диалоги на диалогах и всякое такое. Или когда пришла песня, и она зациклена на час, на два, на три, на пять, на день. Я не знаю, бывали ли у вас такие ситуации или нет, но у меня мысли, например, они могли зациклиться на весь день. То есть, одна-две мысли, и, ну, по сути, они начинали меня беспокоить своей зацикленностью. В общем, это ушло. Вместе с этим ушло залипание в телефон. Вот прям я считаю, что это связанные вещи, залипание на мысли и залипание в телефон. Да, я сейчас иногда открываю какие-то игры на телефоне раз в три недели поиграть, но надолго меня не хватает. Мне становится скучно, и я спокойно выхожу. А так я могла ещё и ещё и ещё и ещё играть, даже если я очень хочу спать, даже если там завтра на работу и так далее. Вот. В общем, это уже мне оказалось патологической штукой. И вот оно ушло. Я спокойно могу закрыть телефон, положить его и пойти заниматься чем-то другим. или закрыть телефон, закрыть книгу и лечь спать. Вот. И второй момент, который ушёл-пришёл, ушёл. Я ненавидела спать и ненавижу, честно говоря. Вот. Мне кажется, это абсолютно бесполезное дело. Да, я понимаю, что это физически обусловленная необходимость, но спать я настолько не люблю, что на тревоге, когда я собиралась, я начинала плакать, как маленький ребёнок, потому что спать я не хочу, но я понимаю, что это необходимо. Завтра самолёт, я не высплюсь, а нам там со сдвигом часовых поясов больше 16 часов в дороге, и будет просто тяжело, но я не могла себя уложить. Вот. И да, было попроще в обычные дни, когда тревога поменьше, но, тем не менее, это было очень тяжело. На таблетках вопрос ложиться спать, он просто стал неактуальный, потому что я настолько сильно хочу спать и устаю, что я не могу делать ничего другого, кроме когда ползти до кровати и вырубиться. У меня не возникает вопросов, как я к этому отношусь. Я просто начинаю хотеть спать, и всё больше и больше и больше часов в 7, наверное, вечера. Вот. К 9-10 часам этот позыв становится непреодолимым, и есть силы реально подготовиться ко сну, доползти до кровати, и я вырубаюсь. Вот. И раньше я засыпала минут 40-час в норме, это была моя норма. Сейчас я вырубаюсь, ну, минут за 10-15, наверное. Я не засекала, но очень быстро. У меня не возникает проблем с засыпанием. Вот. Но, в принципе, у меня бессонниц не было, и могла в любое время лечь спать и в течение 40 минут-часа уснуть. Но это было очень тяжко. Эти 40 минут я знала, что это долго. Меня это бесило. И я знала, что быстрее я не смогу заснуть. Вот. А сейчас... Я ложусь, вырубаюсь, и всё. И мне не нужно ничего делать для того, чтобы захотеть спать. Мне не нужно спрашивать у себя, как это для меня психологически. Вот. Это важнее телесно. Потому что не возникает вопросов. Вот. Так что на таблетках у меня нормализовался режим. И то, что я не могла делать с гинекологом, ложиться до 11, к 11 уже спать. На таблетках от психиатра... У меня это не требует лишних действий. Вот. И режим восстановился. Это огромный плюс. Спасибо, что у меня восстановили режим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.